Чиновники разных уровней любят повторять дежурные фразы о том, как важно поддерживать независимых и инициативных бизнесменов. Вот только в России инициатива часто бывает наказуема, тем более, если вам удалось построить по-настоящему успешный бизнес. В 2006 году в России появилась социальная сеть ВКонтакте. Уже через год сайт занимал второе место по популярности в интернете и лидировал по объему генерируемого трафика. В 2010 году количество зарегистрированных пользователей перевалило за 100 миллионов. Во многом это стало возможным благодаря умелым действиям ее основателя Павла Дурова. В 2013 году Дуров продал свою долю ВКонтакте, а уже спустя несколько месяцев был уволен с должности генерального директора. В одной из последних записей, когда Дуров еще находился на посту гендиректора, он сообщил, что не будет блокировать сообщество по чьим-либо требованиям. Ведь это противоречит свободе распространения информации. Позже стало известно, что Дуров уехал из страны и не собирается возвращаться. Он с сожалением отметил, что в России невозможно заниматься интернет-бизнесом. Его новый проект, мессенджер Телеграм, уже через пять лет после запуска насчитывал более 200 миллионов активных пользователей. В 1997 году была основана компания Евросеть. Ее совладельцем и руководителем стал эпатажный бизнесмен Евгений Чичваркин. Яркие и порой скандальные рекламные компании стали визитной карточкой Евросети, которая в 2006 году занимала более трети российского рынка сотовых телефонов. Примерно в это же время Чичваркину недвусмысленно дали понять, что прибылью надо делиться. В 2005 году у компании начались проблемы с силовыми структурами. Изъятие крупных партий мобильных телефонов, обыски в офисах, аресты ключевых сотрудников. В 2008 году Евросеть была продана за 350 миллионов долларов, а сам Чичваркин эмигрировал в Англию. Сегодня Евгений Чичваркин занимается винным и ресторанным бизнесом в Лондоне. В 1990 году была основана Томская ТВ-2, одна из первых негосударственных телекомпаний в России. Со временем на канале сформировался уникальный творческий коллектив. ТВ-2 стал известен своим независимым взглядом на политические события, глубоким погружением в региональные темы. За неполные 24 года работы телекомпания получила 23 отраслевых награды ТЭФИ. Во многом из-за того, что ТВ-2 занимался именно журналистикой, а не обслуживанием властей, у телеканала начались проблемы с государством. Закрытие телекомпании стало результатом скоординированных действий нескольких государственных структур, от областных властей до Роскомнадзора. В канун нового, 2015 года, вещание ТВ-2 было прекращено на пятом метровом канале в Томске. Владелец ТВ-2 Аркадий Майофис, опасаясь преследования, был вынужден уехать в Израиль и начинать новый бизнес с нуля. Сегодня он занимается производством съедобных сувениров. Эти три истории отлично характеризуют инвестиционный климат в современной России. Когда предприниматели вынуждены балансировать между законом и негласными правилами. Когда смелые инициативные бизнесмены вынуждены отказываться от своих активов и любимого дела. А главную угрозу на рынке представляют не конкуренты, а государство.